Здесь вот мы сейчас приближаемся к самому, как мне кажется, скандальному из ваших заявлений относительно менталитета российской нации, что мы все общинные и у нас государство превыше личности. Но как же, когда ровно наоборот, когда у нас не было бы коррупции, если так. Каждый у нас человек, Майхата с краю, как это, до бога высоко, до царя далеко. У нас же нет вымогательств, мы взятки сами даем, потому что мы гаишнику даем взятку для того, чтобы решить индивидуально, тет-а-тет, эту проблему совершенно в антигосударственном аспекте. Вот мне кажется, что здесь вот... При этом гаишник – это представитель государства в вашем случае. Ну, он выступает как индивидуальное лицо. Я лучше с ним договорюсь, чем я ему буду противодействовать. Поэтому вы считаете... Значит, государство тысячелетия существует в парадигме огромное пространство, довольно ограниченное население для такого пространства. Как Александр III говорил, наше расстояние – это наше проклятие. И Александр II даже, по-моему, первый сказал, это нуждается в коррекции. Значит, мы созданы и существуем на протяжении тысячелетий, охраняя свое государство как способ нашего выживания. Мы не можем, как французы, рассчитывать на плодородие своего кусочка земли. Мы в тяжелом климате защищаем огромное государство против врагов, которые отовсюду. Так нет, оно... Это создает патернализм. Извините, я вас перебью. Мне кажется, что это государство, вот его огромность, она возникла как раз именно из такого выраженного совершенно индивидуализма характера. Когда люди уходили вот в тайгу, в эти степи, оставьте меня в покое, я лучше вот как-то один, там, со своей семьей, вот это вот буду без... Как раз без государства. У нас нет вот этой общинности, как в кантонах швейцарских. Как раз мне кажется, что все ровно наоборот. Выживание основной массы зависит от государства. Те свободолюбивые казаки и другие вольные хлебопарцы, которые уходили, они и возвращались в Лоно, потому что выжить там удачно, успешно и основать нечто альтернативное было невозможно. И до сих пор невозможно. Сейчас мы с вами, как когортов, делимся на 80% полностью поддерживающие и Крым, и остальное, и политику родной партии, правительства и президента, и 20% тех вольных хлебопарцев и казаков, которые это не поддерживают. Это по всем вопросам. Ух, как вы повернули-то. Это возграбленная карта. Быков, Дима Быков, который пишет очень ярко про это, да? Он что вы... Мы вот это 20%... Он ярко, но он просто... Ну, в отсутствие Дмитрия Львовича не могу сказать, что это глупость. Но я при случае ему скажу. Я говорю только об одном аспекте его произведений, который читаю в профиле и других журналах. Он и многие другие люди из этой категории, из этой когорты, да, я бы так сказал, пишут о том, что мы научились жить без государства. Да, мы. Но сколько нас, которые живут без государства, относятся к нему критически, сидят в Фейсбуке? Да у нас страна живет без государства. У нас страна, на самом деле, абсолютно живет без государства, на самом деле. И какой-то мобилизующий момент возникает только, когда, ну, то, что называется войной. Ну, в том числе и информационной. Мне все-таки кажется... Так, вы вот соотношение 80-20% озвучили. Я помню вашу телевизионную беседу, где вы озвучивали соотношение 70-30%. Потому что вы считаете, что в целом 70% людей, ну, условно говоря, хороших, а 30% людей... Это совсем другая. То, что хорошие и плохие есть и там, и там, да, да, и 80-20. Это другая вещь. Я думаю, так, да, человечество бы не выжило, если бы мы изначально имели бы другую пропорцию. Ну, нужно... Человек, в принципе, создан там богом, Дарвином и так далее. Как хомо сапиенс, разумный и рациональный. Поэтому 70, да, поддерживают разумность и рациональность. 30 пытаются ее дестабилизировать. Единство и борьба противоположности. Мы живем и живем в прогрессе. Возвращаясь к нам, патернализм, который был воспитан всей историей огромной страны, которую надо контролировать и которая совершенно не так производит продукт добавочный, как южные и западные страны, вот этот патернализм нам свойственен, и он детерминирован географическими, природными и историческими причинами. Но Нобелевская премия по социологии, не помню какого автора, показывает, что сельские районы Латинской Америки обладают абсолютно тем же патернализмом. Моя ката с краю. Если мы кого-то нашли как лидера, пускай он все решает. Раз он все решает, то зарабатывание на коррупционных схемах этого начальника сельского поселения, ну ладно, это мы терпим до определенной. И мы делегируем все, что не касается нашей жизни непосредственно, вот этому человеку. И так вот этот патернализм, свойственный сельскому населению, с отсутствием урбанистического мышления, связанного с коллективным решением проблем, да? Я решаю все на своих участках. Когда ты переезжаешь в среду урбанистическую, а мы не до конца урбанистическая нация еще, хотя идем семимильными шагами, там возникает другой коллективистский подход к вещам, когда за конвейером, за совместной работой, где ты связан 9-8 часов постоянно принимать какие-то решения со своим соседом, этот патернализм начинает немножко отходить. Поэтому по мере продвижения к более индустриальному обществу, тем более сейчас 4-я индустриальная революция, это отойдет, и возникнет новое наше отношение к власти. Оно возникает в Фейсбуке, но оно не возникает пока в наших политических практиках. Хотя что-то сдвинулось. Смешно сейчас говорить об этом как о тенденции, но Элла Панфилова как председатель ЦИКа, это движение именно вот в этом направлении. Одно дело Чуров, другое дело Панфилова. Одно дело, значит, партия Титова и, видимо, Яблоко, которые стараются пропустить. То есть по мере созревания того, о чем я вам говорю, от патернализма все-таки к более современному мышлению, урбанистическому, верхушка догадывается или понимает, или получает соответствующие материалы, и начинает чуть-чуть раскрывать то, что было абсолютно закомпостировано в 2011 году после инаугурации, которая прошла так, как она прошла. Во-первых, я впечатлен тем, какая работа была проделана по поиску информации, и бэкграунд, который был создан для начала беседы, впечатляет. И да, и характер вопросов, и способ их доведения до интервьюированного мне очень понравился. Редактор субтитров А.Семкин